Привет, мои дорогие зрители! Сегодня мы с вами будем обсуждать органические и неорганические шампуни и то, как они влияют на наши волосы. Я буду делиться своим мнением и хочу попросить вас учесть, что оно все-таки субъективное, потому что ваши впечатления могут совсем отличаться от моих впечатлений. У каждого человека индивидуальная структура волос и средство, которое подходит, например, одной девушке, не будет подходить другой девушке и она будет им разочарована. До 2011 года я использовала самые обычные шампуни, которые продаются в наших магазинах, потому что мысли о том, что есть какие-то органические шампуни, у меня даже и не было. Я не знаю, возможно, вы в то время уже их использовали, но для меня это было что-то из ряда вон выходящим. Более того, я общалась с другими девушками, которые также использовали эти обычные шампуни. Но ситуация изменилась очень в 2011 году, когда я открыла для себя интернет-магазин iHerb. Там я впервые стала заказывать органические шампуни, и я до сих пор помню, что это именно был за шампунь. Это был шампунь Shukai, кажется, с бесцветной хной, и мне он безумно нравился, потому что он очень отличался от всего того, что я использовала ранее. Я хорошо помню, что уже в феврале 2012 года я была активным пользователем этого средства. Мне оно очень сильно нравилось. И, в принципе, целый год или даже полтора года я использовала только органические шампуни. Но были причины, по которым я время от времени в 2013 году, в 2014 году переходила на обычные шампуни, в состав которых входят сульфаты, парабены и силиконы, потому что есть некоторые свойства у каждого из видов шампуня, которые мне по душе в определенный период времени. Чтобы лучше объяснить, что я имею в виду, я сделаю просто сравнительную характеристику того, что мне нравится и что мне не нравится в каждом из видов шампуня. У большинства обычных шампуней есть свои достоинства. Они недорого стоят. Поэтому выбрать шампунь, который соответствует твоему типу волос, можно легко и за приемлемую сумму. После таких шампуней волосы блестят, они выглядят хорошо, в принципе, потому что шампуни с сульфатами и парабенами, они тоже бывают разными. У них отличаются производители. Но конкретно у меня есть проблема с такими обычными органическими шампунями в том, что у меня волосы очень сильно спутываются. Особенно вот здесь на затылке появляется прям целый какой-то клок, воронье гнездо, как я это называю, и я не могу это расчесать никак. У меня есть несколько расчесок, то есть я не думаю, что дело конкретно в расческе. Мне помогают, я просто выдираю волосы. Но даже когда я расчешу вот эти вот спутанные волосы, я не могу сказать, что они выглядят очень красиво и ухоженно. И шампуни, которые мне раньше очень сильно нравились, нравятся сейчас, которые я очень долго использовала. С ромашкой для тонких волос, для объема, с медом, с разными травами, которые заставляют мои волосы сиять. Но в любом случае сияние волос не перевешивает проблему спутанности волос, а эта проблема действительно есть, потому что когда я пытаюсь все это расчесать, у меня просто выпадают волосы, я их вырываю, и все это очень сложно и как-то печально. Совсем другая ситуация с органическим шампунем. Сразу же после использования волосы не спутанные абсолютно, то есть они высыхают, их можно даже не расчесывать. Они выглядят хорошо, они выглядят объемными, красивыми и здоровыми. Но есть один нюанс. Во-первых, стоимость шампуня, они не всегда дешевые. Во-вторых, если вы заказываете в интернете, нужно ждать какое-то время. Но все это не самое главное, потому что вот у меня есть какая-то индивидуальная проблема, я не нашла ничего похожего в интернете по отзывам, у меня волосы выглядят тусклыми после использования этих средств. И вместо золотого оттенка, который характерен для моего цвета волос, я получаю сероватый оттенок, как например сейчас, у меня волосы становятся темно-русыми, я бы даже сказала. Я не знаю, почему так происходит, как так происходит, но факт остается фактом. И иногда летом не хочется, чтобы мои волосы по-прежнему сияли, я перехожу на неорганические шампуни и их использую. А для того, чтобы волосы лучше расчесывались, я делаю разные маски и ополаскиваю их отварами из разных трав. Если вам интересно, какие именно средства я использую, обязательно напишите мне. Приближается весна, этих компонентов будет все больше и больше, и я смогу вам о них рассказать. Вы можете написать в комментариях про свой любимый шампунь, поделиться опытом, высказать свое мнение насчет органических и неорганических шампуней. Я рада была с вами увидеться, я признательна вам, что вы остаетесь на моем видеоканале. И до встречи, друзья, всего вам хорошего! У обычных шампуней, у обычных шампуней есть множество достоинств, как и недостатка. Для объема с медом, который мне очень сильно нравится, я их использовала и тогда, и они придают моим волосам. С ромашкой, с медом, для тонких волос, для объема. А для того, чтобы волосы легче использовать... А, использовались. Все, нужно заканчивать видео на сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!